Из водителей в пешеходы. Еще недавно Сергей Старцев парковал здесь свою машину, но авто пришлось продать. Молодого человека задержали за вождение в нетрезвом виде. И на два года лишили права садиться за руль. Я считаю, что с мной жестоко обошлись. Я же не какой-то хранический алкоголик. Я раскаиваюсь, что я с запахом поехал, сел за руль. Возможно, Сергею удастся вернуть права раньше срока. В Госдуме рассмотрят законопроект, кардинально меняющий систему наказания пьяных водителей. Впрочем, поблажки будут касаться лишь тех, кто попался впервые. И степень нарушений была не столь значительной. Идея очень здравая. У нас, простите, пожалуйста, по уголовному кодексу даже любой преступник имеет право на помилование, на сокращение срока. А в административном почему-то вообще не предусмотрено. Это очень хорошо, что этот закон дает шанс человеку осознать, исправиться и не делать в будущем. Предполагается, что для восстановления прав водитель должен будет предъявить результаты медицинских тестов, характеристики с работой и места жительства. Если суд решит, что человек встал на путь исправления, ему разрешат сесть за руль. Второе условие для досрочного получения прав – установка в автомобиле так называемого алкозамка. Прибор, встроенный внутри салона, показывает уровень алкоголя в организме водителя. И если тот пьян, двигатель не заведется. Но, как говорят в народе, что один человек собрал, другой всегда разобрать сможет. По словам водителей, в любом автосервисе перепрограммировать или вовсе отключить автоматический контролер – не проблема. И в полиэтилен будут закручивать и дышать в сторону. Алкозамки в первую очередь должны быть в головах у людей, считает правозащитник. И большинство опрошенных нами пермяков с этим утверждением солидарны. Один исправился, а другой не исправился. То есть он вышел, права получил, опять сел за руль. И так же пьяный поехал. То есть нет, я как бы против того, чтобы возвращались зараньше. Одно дело, когда человек безалаберно относится к людям и к себе, постоянно пьяный сидит за руль. А другое дело, когда вот он сел и один раз там согрешил. Но если он закодировался, то в этом случае можно ему выдать права. Законопроект о системе наказания пьяных за рулем будет рассмотрен на одной из сессий парламента в наступающем году. Елена Иговцева, Михаил Осетров, Евгений Шеленко, Телевизионная служба новостей.